МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, ей размажили голову точно так же. Тупым, твердым предметом. Вам не кажется странным, Яков Пантанович, а? Схожесть этих смертей. Я, кстати, не удивлюсь, если орудие убийства одно и другое. Дворник ее нашел. Но ничего толком сказать не может. Никого не видел, ничего не знает. Господи, беда-то какая. Да. Она же весь вечер еще на кухне крутилась. Выходила она куда? Выходила ветрова носить, а потом не вернулась. Я подумала, что это она в свою комнату пошла. А сами-то где были? Так я у себя в комнате была. Отлучались когда? Меня барыня три раза вызывала, а потом ее поручили к нас платьям, а потом меня позвали. Яков Пантанович, смерть наступила, ну, примерно пару часов назад. То есть, ну, да, восемь вечером. Боже мой, Викентий Андреянович, а вы когда последний раз Пахомовну видели? Я… Я ее вообще целый день не видел. Уверены? Намекаете, что вот это вот убийство, оно тоже на моей совести? Ну, зачем мне это? Ну, скажите, ну, скажите, зачем мне убивать Пахомовну? Да успокойтесь вы. Никто вас ни в чем не обвиняет. Проводите их. Желтый со мной. Пойдем, милая, пойдем. Любезный, дворника давайте сюда. Ну, что, братец, давай, вспоминай, рассказывай. От чего рассказывать-то? Территорию обходил, ее вот, нашел. Ну, вот это и рассказывай. Кого видел? Может, заметил кого постороннего? Днем мужик какой-то крутился здесь. Так. Молодой. Но вроде приказчика или кубчика. Не местный, прежде не примечал его тут. Ну, а из местных с кем Пахомовна дружбу водила? Да разве что с приказчиком из лавки и с галантерейной. Заходила к нему чайку попить. Спасибо тебе, братец. Ступай с Богом. Яков Платанович, теперь пора с хозяйкой побеседовать? Да нет. Незачем больную женщину ночью беспокоить. Завтра? Завтра и с приказчиком побеседую. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ШКАЗВКА Ш Section Костя filig Шо? Может быть, вы поговорите с галантерейщиком, а я вот тут постою. Хотя, впрочем. Непременно, голубушка, непременно заходите. Антон Андреич, я здесь по казенной надобности. Расследуется убийство известной вам особой. Да, несчастье. Несчастье-то какое, за что, за что это Пахомовне-то, добрая была женщина, нечего подкармливала. Это господин следователь Яков Платоныч. Говорят, частенько к вам заходила? Захаживала, поболтать о том, о сём. Когда, в последний раз? Так вчера. Жаловалась на Сусанну горничную. А Пахомовна-то мальчонку прикармливала, сироту, а Сусанна запретила ему приближаться близко к дому. А серчала, поэтому Пахомовна-то. И чего же эта Сусанна сироту не взлюбила? А кто его знает? Ругались они с ней, с Сусанной. Прямо вне себя была, я её никогда такого не видел. То есть они ругались и прямо здесь, при вас? Пахомовна-то иголки купила и забыла тут голова садовая. А я вышел, чтобы отнести. Гляжу, они на заднем дворе стоят, собачатся. Мальчонка больше не появлялся? Сегодня не видел. Если увидите, задержите его и городового зовите. Натворил чего? Да нет, хотим его в приют отдать. Хорошее дело. Честь имею. Если что, я ещё зайду. А когда зайдёте, Антон Андреевич? Прошу прощения. Тут счета неоплаченные лежат. А пара носовых платков, дюжина. О, носков, пара носков. Я помню, помню. Всё, не извольте беспокоиться. Жалование получу и всё вам оплачу. Вот я вам из счета приготовил. Всё чин по чину. Премного благодарен. Из чего бы эта Пахомовня ссорится из-за мальчишки со служанкой? То ли Пахомовна что-то замышлял с мальчишкой, то ли Сусанна. А может быть, Сусанна в сговоре с Татариновым? Они сначала убили Ксению, а потом Пахомовну. А простите ещё раз соседей, Лавочников. Может кто-то поточнее видел этого неизвестного. Встретимся в управлении. Соседей и Лавочников. Угу. Анна Викторовна! Прошу покорнейши простить меня. Я Викентий Татаринов. Я вас везде искал. Ну, я не прячусь. Зато мне таиться приходится. Меня считают душегубом после вчерашнего. Вчерашнего? Вы ничего не знаете? Пахомовну. Служанку тётки моей убили её. Какой ужас. Ну, я к вам совершенно по другому делу. А к человеку, как говорится, сведущему. Ну, о чём вы говорите? О духах. Слыхал на Медне, как тётка моя Бенцианова ночью разговаривала с ребёнком у себя в спальне. Ласково так беседовала, а он ей отвечал. И вы слышали его голос? Ну да. Слух-то у меня отменный. Думаю, не иначе, как умерший сын Петруша пожаловал. Поэтому она так с ним ласково разговаривала. О чём вы не говорили? Не расслышалась. Нужно было обождать, подслушать. А я в беспокойстве-то поспешил сразу в спальню, а там уж и никого. Ну, кроме тётки. И окна наглухо заперты. Ну, что, тётушка, она как-то объяснилась? Да какой-то она. Она недовольна была. Осерчала. Если это был дух, вы не могли слышать его голос. Так вот поэтому я к вам и обращаюсь. Кто же мне ещё-то разъяснит, что у этих духов на уме-то? Ну, вы мне поможете? Дух Петра Бенцианова, явись. Дух Петра Бенцианова, явись. Петруша, ты слышишь меня? Пожалуйста, ответь мне. Приди. Петруша, ты к маме своей не ходил? О чём вы с ней говорили? Он играет моими игрушками. Он кто? Он заходит в мою комнату и играет в мои игрушки. Петруша. Хм. Интересно. А кто ж тогда посещает старушку, если не Петруша? Самозванец. Мы должны его подкараулить. Там, у Бенциановой в доме. Как же ты его, интересно, подкараулишь, если она теперь нас на порог не пустит? Обойдёмся без неё. Проходите, проходите. Ну что, вроде угомонились. Я медленно, на всякий случай, маслом с маслом. Ну, чтоб не скрипели. Это прозорливо. Это прозорливо. Но всё равно нужно соблюдать осторожность, если тётушка узнает скандал о Неминах. Слушайте, это ваша единственная, последняя возможность снять с себя подозрение и найти настоящего убийцу. Ну, выйдите, мы тут сами. Дед, он наверняка появится в спальне Пенциановой. Поэтому я пойду и встану возле её дверей, а ты меня слишь иди. Ты что ж, бросить тебя одну? Не бойся за меня. Дядя. А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Вот тебе приведение. Стой! А ну, стой! Стой же ты! Туда! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ушел? Нет. Дух-то наш с художественными наклонностями. Да. К тому же, он вполне осязаемый. И к тому же, ужасно топает. С острых чертенок. Значит, точно живой. Это кто? Кто это здесь? Это как же вы? Вы посмели. Это мой дом. Я буду жаловаться в полицию. Успокойтесь. Успокойтесь, тетя. Это я их пригласил, чтобы они разобрались, кто у нас тут шляется по ночам. Да кто ты такой, чтобы здесь командовать, распоряжаться, а? Кто ты такой? Мы просто хотели узнать, кто вас навещает по ночам. И, представьте себе, едва его не поймали. Теперь он больше не придет. Это сын мой. Петруша. Это ты. 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 Ты во всем виноват. Ты! Подождите. Может, это и не Петруша вовсе? И, может, это какой-то другой мальчик. Нет. Нет. Это сын мой. Петруша мой. В жизни одна от рада осталась поговорить с кровиночкой моей. Я его каждую ночь, каждую ночь ждала. А вы, вы напугали его. Абинсанова считает, что она видит дух своего покойного сына. Но она видит живого мальчика. А почему вы так решили? Что, караулили его в доме? Ну, если честно, признаться, да. Но он сбежал. Ох уж, это ваша самодеятельность, Анна Викторовна. Плохо. Плохо, что вы его спугнули. При умелой слежке он вывел бы нас на взрослых подельников. Взрослых подельников. Если это мистификация, то за всем этим стоят взрослые. У ребенка на такое просто ума не хватит. Вот. Мальчика бронил, когда убегал. Яков Платоныч. Телеграмма из Пензы, Саратова. Сусанна действительно работала у доктора и у купца. У местной полиции на нее ничего нет. Ни одного мамамальского даже свидетельства, что она аферистка. То есть, ни одной зацепки. Тупик. Ну, почему же? Вот Анна Викторовна принесла. Вы узнаете, где применяется такая проволока. Мануфактуры, склады, мастерские. Дух, приходящий к Бенециановой. Где-то же взял эту проволоку? Это медь. Это поможет мальчика найти? Во всяком случае, это действительно зацепка. Антон Андреевич, не теряйте времени. Честь имею. Я не понимаю, а зачем весь этот спектакль разобрывать? Возможно, для того, чтобы манипулировать Бенециановой, привести ее к какой-то мысли-действию. Если мы узнаем мотив, возможно, поймем, кто убийца. Я еще раз поговорю с Бенециановой. Ой, нет. Я думаю, это будет крайне затруднительно. После моего визита к ней. Ох уж, это ваша самодеятельность, Анна Викторовна. Хотя за мальчика и проволоку хвалю. Поймите, он вовсе не дух. Он живой. Живой, живой. Мой Петруша живой, живой. Ради памяти своего сына. Ну, не дайте вы себя обмануть. Я точно знаю, что вашему сыну бы не понравилось, если бы какой-то другой мальчик выдавал себя за него. Другой? Как это? Другой. Он похож. Он очень похож. Ох уж. Это не Петруша? Нет. Не сын мой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Скажите, кто вас убил? Кто вас убил? Ответьте! КОНЕЦ 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 Вы мне расскажите, о чём вы разговаривали с этим мальчиком. В беде он сейчас. Как в беде? В руках преступников он. Вы помогите мне его найти. Это важно, о чём вы с ним разговаривали. Он… Он ревновал ужасно. К племяннику и к жене его. К Татаринову и Ксении? Да, да. Говорил, что они плохие, что они не любят меня. Вот. И требовал, чтобы они уехали. Поэтому вы и охладили к племяннику? Ну, вот возьмите. Здесь письма лежат. Пожалуйста, возьмите. Письма. В письмах тоже. Тоже там наговаривали что-то на него, что не нужна я ему. Что? Мол, деньги мои только ему нужны. Племяннику моему. Да. Из письма выходит, ваш племянник сущий злодей и мошенник. Кто-то не хотел, чтобы он получил наследство? Ну, так нет у меня больше никого. Только он, да и я. Может, ещё кто-то в наследнике намечался? Нет, нету никого, нету. А Пахомовна, может, на что надеялась? А здесь появился ваш племянник, и она от обиды и стала писать эти письма. А Пахомовна? Нет, нет. Она же неграмотная была. Антонина Марковна, вы храните в доме драгоценности? Что я храню? И где храню? Это вас совершенно не касается! Яков Платоныч, убийца кашляет. Что? Ну, видимо, у него чахотка. Что вы говорите? Я говорю, что убийца чахоточный. Откуда в этом зале? Дворник сказал. Странно. А мне он ничего такого не говорил. Стойте! Хорошо, что я вас застал. Такая проволока имеется только в лавке Курилин и сыновья. Отличная работа, Антон Андреевич. Да, вот ещё что. Тот писал анонимки вместо покойной Пахомовны. Найдите автора. А как же? Почерк характерной ошибки. Ну, и знакомых её всех опросите. Угу. Яков Платоныч! Да. Я даже никого не опрашивая, могу сказать по почерку о авторе этих сочинений. Вот, обратите внимание. Судя по количеству ошибок, человек малограмотный. И стало быть невысокого положения. Вот. Вот эти загогулины в словах говорят о том, что характер скверный. И наклон слов позволяет мне с уверенностью сказать, что человек невысокого роста и залысиной. Уж не ваш ли это галантерейщик? Не вам ли он этим почерком счета выписывает? Яков Платоныч. Ну, вы определённо всё испортили. Это была моя шутка. Моя фраза была. Я должен был сказать её в самом конце. Да мы и так, под впечатлением. Позвольте? Да. Конечно. Антон Андреич, не переживайте. Это действительно было очень остроумно. Вот, обратите внимание. В самом деле, одна рука. Поехали. 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 Она же неграмотная была, как Пахомовна. Он попросил меня помочь, а я что, мне жалко, что… Ты, братец, не знал, что пишешь? Наговоры на человека. Ну, я ж не со зла. Зачем вы с Пахомовной поцелали мальчонку к Бенциановой? Я не знаю никакого мальчонка. Как это не знаете? Вы же сами нам про него рассказывали. Ну, видел пару раз издалека какого-то босяка Пахомовна все с ним возилась, а больше я ничего не знаю. Врет. Ох, врет, Яков Платоныч. Я по движению его пальцев вижу, что врет. Да, Антон Андреич, не зря вы язык тела изучали. А вы в глаза ему загляните. Какие еще умыслы у господина Лукова? Ради бога, какой еще замысел? Что Пахомовна говорила о хозяйке? Жаловалась. Совсем эта Миницианова с ума сошла со своими деньгами. Всех подозревает в злом умысле. Даже он Ерошку выгнал, когда хозяин был жив. Что еще за Ерошка? Ерошка был у них такой в услужении. Ерофей Калачев. И лакей, и извозчик, и очень на все руки мастер. Где живет? Где живет, не знаю. Знаю только, что у рынка в кабаке все время ошивается. Ладно. Паск вели больше не пишите. Подсудное это дело. Как пить дать они с Пахомовной? Затеяли этот маскарад с духом мальчика. Не думаю. Здесь что-то другое. Вы поезжайте в трактир и разыщите этого Ерошева. Должен он что-то знать. Будет сделано. А вы в управлении? Нет. На склад Курилина. Вы поможете мне, Анна Викторовна? Ну, разумеется. Да. Вы поезжайте в трактир и уж тряхните этого Ерофея Калачева как следует. Да. Думаю, что не зря его уволили. Уж я его тряхнул. Не извольте беспокоиться. Пойдемте. Угу. Ань, ты где? Ваня. Слышь? Ваня. Это я, Вань. Ваня. Вань, я тебя поесть принес. Слышь? Ты где? Ваня. Ваня. Слышь? Вань. Вань. Вань, ты где? Вань. Вань. Вань, ты где? Ваня. По всей видимости, мальчишка, наш псевдодух, обитает здесь, на чердаке этого склада. Откуда вы это знаете? Проволоку, думаю, здесь скорее всего прячут. Да и мальчишку вы на склад не пустили, а на чердаке он может спрятаться, ухвыться. Ну что, идём? Да боюсь, меня он может испугаться, убежит или спрячется, а вас может к себе подпустить. Только вы ему скажите, что вас Бенцианова послала, что ждёт его в доме, ну, совсем. Ну, это же не правда. Значит, придётся пойти на обман. Иначе нам его не выманить. Кто-то ведь использует его в этой эфире. Я думаю, на чердак здесь он загорается, а мы по нему через дверь. А хозяев мы не станем звать? Некогда. Если что, я объясню всё. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Спасибо. Яков Платоныч. Мальчик, меня зовут Анна, я пришла, потому что меня послала Антонина Марковна. Она очень просила меня привести тебя к ней. Она хочет забрать тебя к себе. Насовсем, понимаешь, навсегда. Не бойся меня, пожалуйста, малыш. Я просто хочу тебе помочь. Малыш, не бойся меня, пожалуйста. Выходи. Я правда хочу тебе помочь. Его здесь нет. Яков Платоныч, смотрите. Вы правы были. Он действительно здесь устроился. Стой! Стой! Это он был. Убийца чахоточная. Это он был. За мальчишкой он приходил. Спасибо, Анна Викторовна, уж простите за этот инцидент. Ну, грустьте, вы можете рассчитывать на меня всегда. Я посажу вас на извозчика и отправлю домой. Ах, вот как, попросили о помощи, а когда не нужна стала, так сразу и в отставку. Нет уж, я от вас не отстану. Ну, так не отставайте. Антон Андреевич. А я к вам на склад как раз. Этот Ерошка такие сказки шахерезады рассказывает. Дескать, муж Бенецианова незадолго до своей кончины что-то ремонтировал в доме. Сам, своими руками. Хоть и болел уже. А Ерошка только кирпичик домом подносил и раствор мешал. Даже по холодну. В те дни в дом пускали только на кухню. А Ерошку после того случая вообще уволили. И какую версию он выдвигает? После третьей внуки за мой счет. Он сказал под видом большой тайны, что старуха заставила мужа тайник в доме соорудить. И, конечно, он эту историю рассказывает всем своим друзьям в субутыльниках. Налево и направо. Ясное дело. Тайна пьяницы – это ветер в клетке. Вот. Я поспрашивал его насчет приятелей и записал все фамилии, приметы. Чахоточный среди них есть? Есть. Точно? Я же давно об этом говорю. Извозчик! Ну, и про него известно только, что его зовут Леонид. С венецианами поехали. На Розгуляевскую. Вот ты где. А я тебя везде еще обыскалась. Случилось что? Нет. А что? А мне случилось. Полез на чердак к Ваньке, а там фараоны. Чуть не саплили, или ноги унес. Господи, а зачем ты туда пошел-то? Лень, ты что удумал? Сдаст он нас. Ванька, черт мое сердце, сдаст. Ты чего? Ты чего? Да ничего. В деревню хотел его отправить. Ты чего? Знаешь что? Сегодня надо идти. Потому что ждать нам больше нельзя. Ага. А фароны нас там сапают небось, да? Нет. Они нас там не ждут. Они же не знают себя. Они все думают, что это Пахома. Но все это устроило из наследства. Ничего. Любимый мой, сегодня мы уже будем с тобой при деньгах. Все будет хорошо. Где наша служанка? Нету. В город отпросилась. С вещами что? Зачем же с вещами? Сказала по личным делам. Покоя от вас нет в собственном доме. Весь дом вверх ногами перевернули. Антон Андреевич, вскрывайте. Антон Андреевич, вскрывайте. Может, вы сами расскажете, что тут у вас? Деньги мои. Деньги. И все камешки мои драгоценные. А почему же раньше не рассказали об этом? Ведь я спрашивал. А надобность какая была? Кто-то кладом вашим уже интересовался. Вы рассказывали мальчику об этом тайнике. Петрушка. Петрушка как-то мне сказал, маменька. Вы совсем обнищали? Раньше, помню, у вас много красивых камешков было. А я засмеялась и сказала, вот в комнате твоей, в печке весь клад-то и спрятан. Антон Андреевич, давайте инструмент вскрывать будем. Благодарю. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Всё, можно идти, все спят. Спят ли? Спят. Я всем снотворным образовывала. А-а-а. Пойдём. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Стоять! Вы арестованы. На пол. Бросьте на пол. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вы же сами видите, что ему тёплый воздух нужен, что ему врачи заграничные нужны. А зачем, скажите, этой старухе такие диджища? Ну да, вам-то оно нужнее. Долго пришлось тайник выведывать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да уж. Время всё шло, шло. Я всё горбатилась, горбатилась. А про тайник про этот ничего. Поэтому вам, мальчишка-то, и понадобился. Только вот татарина вы не вовремя приехали, так? Одно дело, в дом зарезде живут две старухи, а другое, где ночуют здоровые мужчины. Вот вы и решили больше не ждать? Подмешали всем снотворное и впустили его в дом? Только Ксения не стала пить это снотворное. Она ночью хотела убежать, и поэтому нас и заметила. А вас ждать надо было. И кто же её? Вы? Я. Тут с перепугу, ну, не хотели бы никого убивать. Случайно вышло. Здесь Пахомоновны, тут случайно? Про Пахомонову не знаю ничего. Не я это, клянусь. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Заводи. Скажи-ка, Вань, эти люди тебя в дом подослали? Наказали ту барыню, матушкой величать. А ты ведь потом в дом сам стал наведываться. Понравилось? Барыня добрая. А Пахомовна? И Пахомовна добрая была. А что ты Пахомовне рассказал? Что они меня барыня этой поцелуют? Ещё что видел? Лёнька Пахомовна в лаве ударил. Врекняй, молди! Скажи, а вчера на чердак он зачем к тебе приходил? С ножом приходил. Я видела. Ты что? Это жеребёнок! Ты что? Уводи. Сдохну я скоро. Вот что. Спасибо. Спасибо, спасибо, Яков Платоныч. Век не забуду. Это вам спасибо. А Ваньки вот не забывайте. Дикий он, пугливый ещё. Сирота, что скажешь? Ничего. Обогрей. А вы, может быть, ещё чайку с вареницем? Нет. Пора мне. Спасибо. Ванечка. Ванечка, не торопись. Не торопись. Ну, вот так. Молодец. Молодец. Добрый день. Яков Платоныч. Анна Викторовна, рад вас видеть. А я вот приходил проведать Бенцианову после всех её потрясений. Вашу духовидицу. Удивительно, но теперь совсем другой человек. Да, это правда. Это просто чудо преображения. А я вот иду к Ване. Будем с ним заниматься, изучать основы грамоты, готовимся к гимназии. Благое дело. Кстати, вполне материальный осязаемый дух, как видите. О, да. Здесь мы имеем дело с редким случаем материализации духа при помощи уголовной полиции. Яков Платоныч, ещё немножко я, кажется, привыкну к вашему несносному привязанию. Самое страшное, что и я начинаю привыкать к вашим визитам в мой кабинет. К чему решительно не могу привыкнуть, так это к тому, что вы каждый раз с собой нового духа приводите. Который помогает вам не попасть в просаг. Порой ваши подсказки своевременные. А порой, знаете, ваш скепсис, он просто не знает границ. Я материалист и верю лишь в то, что могу увидеть или могу осязать. А привязанность, симпатия, любовь, в них вы верите? Ведь они же существуют, хоть вы не можете их осязать. Ну, почему же? У вас, по-моему, руки замерзли. Ну, я пойду, пожалуй. Меня там Фаня ждёт, и заниматься нам нужно. Да-да, конечно. Анна Викторовна, всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА